Уже несколько лет подряд 1 августа в России вспоминают героев Первой мировой. Именно в этот день, в 1914, Россия вступила в войну. Цветы к монументу павшим русским воинам от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Парк героев Первой мировой, где проходит торжественная церемония, расположен на месте братского кладбища. Оно было открыто в 1915 году по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Здесь похоронены около 18 тысяч рядовых офицеров, сестер милосердия. Здесь же в 2015 году были перезахоронены останки великого князя Николая Николаевича-младшего. Внук императора Николая I, родной дядя Николая II, с 1914 по 1915 и в 1917 году командовал всеми сухопутными и военно-морскими силами России. После Октябрьского переворота недолгое время находился в Крыму, откуда в 1919 вместе с другими представителями императорского дома эмигрировал. Сначала жил в Италии, потом обосновался во Франции. Скончался великий князь на вилле в Антибе 5 января 1929 года. В 2014 году родственники великого князя обратились к Сергею Нарышкину, занимавшему тогда пост председателя Госдумы, с просьбой выполнить последнюю волю Николая Николаевича – быть похороненным на родине, рядом со своими солдатами. Все они плечом к плечу защищали свое отечество, общее отечество, но, к сожалению, вскоре они оказались по разные стороны баррикад во время кровавой гражданской войны. Многие затем оказались на чужбине, в том числе стали частью такого трагического русского исхода осени 1920 года. Но спустя сто лет, сегодня мы просто обязаны, и это наш общий моральный долг – сохранить память о них, обо всех. Но Первая мировая, по словам Сергея Нарышкина, не разрешила существовавшей противоречия и стала прологом ко Второй мировой. К сожалению, огромные жертвы Первой мировой войны оказались далеко не последними и не самыми масштабными в 20 веке. И во многом вина за это лежит на правительство, на лидеров стран-победительность, прежде всего Франции и Великобритании, которые не смогли в ходе Версальских переговоров создать надежную и стабильную систему мироустройства. Версальский договор создал условия, при которых на территории Германии возникли и активно развивались реваншистские идеи. В результате к власти в 30-х годах пришел Витлер, нацизм. Ну, а потом последовали известные события и аншлюз Австрии, и позорная мюнхенская сделка, мюнхенский сговор, после которой последовало расчленение Чехословакии, нападение на Польшу, но другие европейские страны. И, наконец, в июне 41-го года нападение на Советский Союз. У человечества есть два наглядных примера выхода из глобальных военных конфликтов после Первой и после Второй мировой войны. И, сравнивая эти события, мы приходим к однозначному выводу о том, что стабильному многополярному миру, миру, где и малые, и большие страны имеют равные права, нет альтернативы. В советские годы Братское кладбище было ликвидировано. Могилы разорены, преданы забвению Герой Первой мировой. В наше время мемориальные знаки были восстановлены, как и сама память о Великой войне. Служба информации Фонда История Отечества